Музыка Общественный контроль в режиме онлайн Минкомпсвязи Республики презентовала портал Мой Дагестан Скакунт в подарок президенту По пути из Сирии в Москву Дамасский всадник сделал остановку в Дагестане Голые стены Ербента превратились в настоящие произведения искусства И все это благодаря фестивалю стрит-арты Здравствуйте! Это итоги недели на канале МНТ и я, Мурад Ахмедов Мой Дагестан теперь это не только название легендарной книги Но и доменное имя одноименного интернет-портала Теперь вся информация о ходе реализации стратегических проектов Республики Будет доступна для пользователей глобальной сети на специальном сайте Презентация новой инициативы Минкомпсвязи прошла в историческом парке «Россия. Моя история» Мероприятие посетил и глава региона Владимир Васильев Все подробности в материале Зумруд Гамидовой Около 2 миллиардов рублей на обеспечение людей качественной питьевой водой Проект «Мой Дагестан. Моя вода» позволит полностью изменить вопрос с водой в 50 населенных пунктах Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения 25 из которых будут введены в эксплуатацию уже в этом году Приятно, что у нас в этом году в три раза выросли объемы финансирования строительных объектов В три раза из федерального бюджета Больше и в три раза больше построен из регионального бюджета Это радость, да? В три раза А все это стало возможным, потому что люди, которые, новые люди, которые пришли и проявили новый подход Стали экономить и получать больше налоговых и налоговых поступлений Второй проект касается дорог В его рамках 770 миллионов рублей будет выделено на ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц К слову, в истории Дагестана такое происходит впервые Предстоит ремонт около 180 дорог, что составляет 1 миллион квадратных метров дорожного полотна Теперь вся информация о реализации стратегических инвестиционных проектов «Мой Дагестан» размещена на специальном портале Презентовал сайт профильный министр Сергей Снегирев Ход реализации всех трех проектов, которые связаны со всеми муниципалитетами Мероприятие проходило в историческом парке «Россия. Моя история» С момента открытия его посетили более 500 тысяч человек Об этом на представлении нового руководителя музея сообщил глава региона Владимир Васильев Новым директором культурного комплекса стал один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Тимур Велиханов Мы его поздравляем с назначением и надеемся, что под его руководством деятельность музейного комплекса продолжится И будет более насыщенной, интересной, выбирающей как можно больше гостей И распространяющих лучшие знания, практики как можно более широкому кругу жителей нашей республики Да и гостей, которые тоже с интересом посещают этот парк Исторический парк «Россия. Моя история» становится знаковым местом в культурной и политической жизни республики Владимир Васильев выразил уверенность, что при новом руководителе музейный комплекс продолжит свое развитие Зумруд Гамедова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала Ситуацию с заражением сибирской язвы обсудили на неделе в правительстве республики Премьер-министр Дагестана Артем Сдунов напомнил, что вопрос этот находится на личном контроле у главы региона Вместе со специалистами Минздрава, Роспотребнадзора, Россельходнадзора и ветеринарной службы А также полицией была проанализирована проведенная работа по ликвидации очага заражения в Новолокском районе В рамках заседания отдельно была затронута тема санитарного состояния Хасавюрта Удручающая картина, связанная с ненадлежащей уборкой мусора в городе, стала предметом обсуждения В городе, это центр города, вот эти шкуры, я не говорю, что они там заразные, не заразные Мы не знаем об этом, и никто об этом не знает В этом домике, в котором будка, навряд ли определяется санитарная чистота этих шкур Я сомневаюсь, там навряд ли есть лаборатория Роспотребнадзора Я не думаю, да, вот я главу пригласил, уважаемый Занузин Дагович, что вы об этом не знаете Мы, когда у вас проводили ревизию по поводу воды, мы вам уже предупреждение это делали Вы вообще город не убираете, что ли? Смотрите, смотрите, коллеги, это вот так вот люди наши живут, дагестанцы Уборки никакой нет вообще, это просто, как говорится, съемки еще просто территории Там и домашний скот ходит, и все, значит, выгуливают, кого только можно У нас этого бычка, что там в желудке нашли? Пакеты там всякие, веревки, все, что там можно, да? Ну вот так же вот Вот так же попитался, вернулся, значит, не отходя от дома И принес с собой вот эти споры Я вас слушаю Мы принимаем меры Вы ничего не принимаете, у вас город просто весь в грязи весь По итогам председателям правительства Дагестана были даны поручения, созданные и направлено в Хасавюр в специальная комиссия Подготовлено также соответствующее обращение в прокуратуру Вопрос по санитарно-эпидемической ситуации в городе взят на особый контроль Морской торговый порт Махачкалы сохранил лидерство по показателям грузооборота Сообщили в пресс-службе учреждений В частности, с начала года порт уже перевалил 3 млн тонн нефтепродуктов Тем самым в два раза увеличив показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Эти данные стали лучшими среди всех портов Каспийского бассейна Отметим, что мощности порта достаточно для перевалки до 8 млн тонн наливных нефтепродуктов Как отмечалось ранее, с 2019 года в порту также возобновилась перевалка туркменской нефти через Махачкалу Салман Дадаев обсудил с Советом Старейшин принимаемые меры по улучшению социально-экономической ситуации в Махачкале Это программы «Мои дороги» и «Моя вода» В рамках проекта будут отремонтированы 54 дороги местного значения и одна республиканского Также в настоящее время готовится документация по системам водоснабжения семи поселков Кировского района Мэр города отметил, что данные проекты удается реализовывать благодаря собранным налогам Он также поблагодарил главу Дагестана Владимира Васильева за привлечение федеральных средств Начала зарабатываться экономика Начали поступать в казну налоги Ведь именно благодаря собранным нашим налогам Они же пошли куда? На эти же самые дороги, на эту же самую воду Дальше мы будем собирать еще больше налога Мы будем понимать, что у меня в доме по богатыревке появилась вода Соответственно, надо будет собрать еще чуть больше налога Появится еще больше комфортных общественных пространств Улучшатся дороги Деятельность муфтията республики положительно оценили на религиозном форуме в Татарстане Напомним, в городе Болгар с 13 по 19 октября проходил международный форум «Богословское наследие мусульман России» Делегация Дагестана приняла участие в международной научно-практической конференции «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом» Работа была разделена на несколько секций На встрече, посвященной профилактике радикализма и экстремизма в молодежной среде Была отмечена эффективная работа дагестанского духовенства От площади Амияда в Дамаске до Красной в Москве Сирийский путешественник Одна Назам отправился верхом на арабском скакуне в Москву В нелегком пути он провел 8 месяцев и вот добрался до Дагестана Наш корреспондент Камиль Девятов первым встретил наездника дамасского скакуна И увидел, какой подарок ждет президента России Владимира Путина Дамаск, Багдад, Тегеран, Баку И вот Дагестан, а дальше Москва Долгий путь на скакуне и пешком Душные дни и уже холодные ночи И все это ради одного – увидеть Путина и отдать коня Я решил преподнести самый ценный подарок от сирийского народа России и россиянам В лице Владимира Путина Одна Назам – арабский путешественник и писатель Более 4 тысяч километров он преодолел верхом на лошади Которую хочет подарить главе российского государства За помощь и поддержку сирийского народа Я четыре дня в Дагестане Вы очень добрые и гостеприимные Мы с вами очень похожи Сирийцев и дагестанцев я бы назвал одним народом Президент России за последние 10 лет Он всегда говорил о том, что Мусульмане и России должны сыграть огромную роль В укреплении позиций России на Бридом Восток И считаю, что мусульмане и России должны быть мостом диалога культуры Между арабо-мусульманским миром и постсоветским пространством Путешествие еще не закончено, миссия не выполнена Арабский путешественник пройдет в Дагестане еще 4 дня И дальше продолжит свой путь Конечная цель Москва, Кремль И если повезет Путин Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каакинский район Социальные сети пестрят кадрами жутких аварий на дорогах Снимают многие, но не всякий способен кинуться на помощь, чтобы спасти еще живых людей Таких неравнодушных смельчаков немного, но они есть История одного тяжелого ДТП, свидетелем которого стал герой нашего следующего сюжета Расскажет Луиза Раджабова Подробности аварии, из-за которой Савдула оказался на больничной койке, сам он не помнит Нет, ничего не помню В ту ночь трое друзей ехали по федеральной трассе и врезались в припаркованный на обочине грузовик Их машину сплющило, как консервную банку В живых остались чудом Врачи предполагают, водитель заснул за рулем Теперь путь к выздоровлению для пострадавших только начинается У Шавруханова у нас был разрыв селезенки И учитывая разрыв брыжейки Плюс черепно-мозговая травма С открытыми множественными ссадиями С дефектом мягкой ткани головы После операции он себя чувствовал Как и положено тяжестью такой перенесенной операции С его всей травмой В общем, больной идет медленно, постепенно, но уверенно на поправку Для Руслана трасса привычная дорога с работы домой Невольно став свидетелем перевернутого автомобиля Он обнаружил молодых людей, которые пытались выбраться из машины Среди них был и Савдула Оттащить ребят на безопасное расстояние было крайне важно Из багажника шел газ Но багажник открыть мы не могли Машина была деформирована Из-за этого ничего не открывалось, ни двери, ничего И в этот момент я увидел, что Услышал, что человек подает какие-то знаки, голоса Которые зажат под машиной Он был жив Сперва мне показалось, что это уже человек неживой Я решил, что нужно машину перевернуть Мы хотели перевернуть, но был риск того, что машина может взорваться Я тогда начал выкрикивать, у кого есть огнетушитель И вспомнил, что у меня у самого машины есть огнетушитель Именно на дорогах федерального значения последнее время происходят самые страшные аварии Чаще всего виной выступает человеческий фактор Езда не в трезвом состоянии, превышение скорости, усталость и, как следствие, заснул за рулем Савдолей друзьям повезло Рядом оказались люди, которые поспешили на помощь Однако так бывает не всегда Вот я осторожна, дорога Вот я могу сказать и все Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости Нантэ, Махачкала 174 врача в Дагестане нашли работу в рамках программы «Земский доктор» Об этом сообщили на коллегии Минздрава республики По мнению главы ведомства, это хороший результат Однако до конца года необходимо привлечь к работе на селе еще 50 специалистов-медиков Сегодня республика занимает одно из лидирующих мест по стране По числу трудоустроенных врачей по программе «Земский доктор» Уступая только Краснодарскому краю Проект позволяет врачам не только найти работу, но и получить подъемные В размере 1 миллиона рублей В республике завершается работа по созданию электронного атласа Культурного и природного наследия Дагестана Накануне в ДГУ обсудили итоги этого очень важного для нашего региона научного проекта О том, что он из себя представляет, расскажет Патимат Ханапова Все в одном, так можно охарактеризовать этот атлас Он станет своеобразной визуальной энциклопедией Где отражается история народов Дагестана с древнейших времен до наших дней В нем будут сведения об археологии, истории, этнографии, экономике, природе региона Значительная часть информации будет опубликована впервые Атлас делится на два больших блока Первый блок это историко-культурный, второй блок это природно-хозяйственный И в каждом из этих блоков есть свои компоненты Историко-культурная часть по большей части, но не совсем, делается в институте истории Природно-хозяйственная часть по большей части делается сотрудниками Дагестанского государственного университета Сборник будет включать в себя около 200 страниц цветными профессионально составленными картами и пояснительным текстом Этот атлас ученые планировали выпустить еще в 90-х Однако инициатива не была поддержана государством И вот спустя более 20 лет проектом вплотную вновь занялись Научную координацию работ ведет Дагестанское отделение Русского географического общества В настоящее время уже подготовлена серия карт по археологии Она охватывает период с древнейшего времени, с эпохи Алдавана Это около 2 миллионов лет назад, до 10 века нашей эры Естественно, карта представлена в хронологическом, культурном отношении Отражают те или иные памятники, эпохи культуры, существовавшие на территории Дагестана Атлас будет полезен многим Учащимся преподавателям, специалистам профильных учреждений, экскурсоводам и туристам Итогом заседания стало принятие решения о представлении в дирекцию Русского географического общества Заявки на грант для издания книжного варианта Пока что электронной картографической энциклопедии Мы принимаем решение о подаче заявки на издательский грант Чтобы наш электронный вариант Атласа был представлен в виде большой, довольно крупной книги, издания Для того, чтобы им могли пользоваться учителя, краеведы, и географы, и историки, ну и туристы Он будет в несколько тысяч экземпляров Любому серьезному гранту необходимо софинансирование И тут поддержка депутата Народного собрания Муслима Гиндиева оказалась кстати В качестве спонсора проекта он выделил 400 тысяч рублей Я потомственный географ, у меня отец долгое время занимался и был деканом географического факультета Это мне близко, это мне интересно И все-таки эта масштабная работа, которая впервые за десятилетия будет проведена Она все-таки даст потенциал и развитию и науки, и образованию И вообще будет интересно для самого широкого круга читателей Поддерживать науку, это наша обязанность, поэтому будем поддерживать науку, образование Уже в будущем году Кизлярский электромеханический завод планирует создать свою авиакомпанию По словам гендиректора предприятия Ибрагима Ахматова, ядром парка авиакомпании Станут четырехместные самолеты МАИ-411, произведенные предприятием В ближайшие четыре года завод планирует изготавливать десятиместные самолеты и самолеты-амфибии На сегодняшний день предприятием в Кизляре уже подготовлена взлетно-посадочная полоса на 1500 метров Такая же полоса обустраивается и в горах Шамильского района на высоте 2200 метров Планируется, что подобные самолеты будут использоваться для санитарной авиации, развития туризма в регионе и при различных чрезвычайных ситуациях Бетонные холсты заиграли новыми красками В Дербенте завершился первый дагестанский стрит-арт-фестиваль «Стена» Яркие граффити в этническом стиле теперь украшают фасады многоэтажных домов, радуя глаз горожан и гостей города Общая площадь импровизированных полотен – около 1500 квадратных метров И каждая композиция наполнена особым смыслом Масштаб и оригинальность творческих замыслов оценили и наши коллеги Фестиваль закончился, а шедевры остались Две недели мастера из разных уголков страны создавали эти огромные граффити на поверхности стены Или, как их называют, муралы В самом центре Дербента не заметить их невозможно В каждой работе национальный колорит Здесь и лесгинка, и гончарное искусство, и ковроткачество А это работа художника из Казани То девушка в национальном костюме ткет ковер, вдохновляясь природой Дагестана Ну, в принципе, это моя история Это какой-то сказочный сюжет, где девушка делает ковер, вдохновляясь природой То есть это с детства пронизывающая меня самого тема с природой, с какими-то глубокими смыслами А эту работу питерского мастера Павла Плетнева можно назвать самой красочной из всех А еще и локально, если все другие работы в целом о Дагестане То в этом полотне отдельная история одного Дербента Пришли к тому, чтобы выразить местный дербенский колорит через историю появления здесь некоторых фруктов И поэтому изобразили караван, который идет вдоль крепости, с которого падают семена Они прорастают и на здешней благодатной почве, собственно говоря, произрастает все это изобилие Здесь еще есть отсылка к гербу города, здесь изображены три мака Концепция мурала выдержана с учетом канонов ислама Художники не прорисовывают черты лица Благодаря арт-фестивалю город получил пять больших картин На его мастера наносят последние штрихи Подойдут кисти, валики и аэрозоли Главная задача – насытить полотно цветом Продержатся они около десяти лет Жители восхищены, смотрят с замиранием сердца Смотрим, радуемся А в общем, расскажите, как вам такая идея, нравится вам? Очень даже хорошо, очень даже красиво Это наши национальные гости приезжают Увидеть, что у нас все хорошо Хорошие вещи Чем раньше было, все равно красиво жить Раньше что было? Ничего не было Люди все смотрят, молодцы, молодцы говорят Очень рады, рады мы Дети тоже рады, довольны мы Стрит-арт – это не вандализм, а искусство, уверяют уличные художники Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Тем более, инициативу двух молодых дагестанцев поддержали и спонсоры, и даже мэрия города Мы с другом моим, Гаджи Атайом, давно хотели сделать вот такое событие в Данистане Изначально планировали в Махачкале, а позже так сложилось, мы предложили в Дербенте Здесь все прошло очень быстро Это абсолютно честная позиция вот этих людей Это и главы города, и вот этого спонсора Которые решили что-то интересное И сделали все, чтобы это произошло моментально Фестиваль уличного искусства – это и самореализация для художников И культурный обмен, а еще сильный инструмент изменения городского облика Организаторы выражают надежду, что фестиваль для Дагестана станет доброй традицией И в будущем удастся так украсить не только Дербент, но и другие города-республики Эти украшенные фасады в Дербенте теперь практически можно назвать первым музеем в республике под открытым небом В каждой работе здесь заключен свой особенный смысл И каждая из них передает культуру и колорит города и в целом Дагестана Патиман Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Дербент Танцы на траве В Махачкалу вернулся Рустам Рамазанов Один из триумфаторов любительского чемпионата мира по футболу, прошедшего недавно в Греции На родине спортсменов встречали родные и друзья Как талантливый танцор добрался до футбольного мундиаля, узнавал Курбан Рагимов Зажигательная лезгинька после победы уже вошла в традицию 25-летний Рустам Рамазанов танцует большую часть своей жизни В футболе он оказался случайно Хорошая координация плюс нестандартное мышление Эти качества помогли форварду-самоучке в короткие сроки стать лидером атак сборной России Я танцевал всю свою жизнь И как-то мне посоветовали Пойди поиграй для себя И может тебе понравится, может дальше больше пойдешь Как видите, дальше пошел Это хобби, как говорится Я работаю в детской школе искусств Преподаю детям те же танцы Золото чемпионата мира покорилось Рамазанову со второй попытки Год назад команда стала третьей в Португалии Неделя на греческом острове Крит также не стала для сборной России легкой прогулкой На стадии плей-офф тяжело пришлось с венграми В полуфинале хозяевам пытались помочь судьи А в решающей игре россияне с трудом сдержали финальный штурм сборной Польши Цвета триколора на Мундиале защищал еще один наш футболист Гамит Шахбанов На двоих дагестанская связка забила семь мячей Кроме того, Рамазанова признали лучшим игроком турнира Для меня это честь защищать цвета сборной Как говорится, что с такой маленькой республики я и наш брат, наш друг, земля, Гамит Что мы можем вот так ехать и защищать цвета сборной А индивидуальная награда, она выиграна не мной, она выиграна всей сборной Потому что если не они, я бы не выиграл, как говорится, один на войну не ходит человек Поэтому мы пошли все вместе и за счет них я сумел выиграть эту награду Встречали Рамазанова свои же подопечные ансамбль «Молодость Кавказа» Радость победы с чемпионом разделили его родные, друзья и одноклубники Специалисты уверены, триумф дагестанцев на мировом уровне даст новый импульс развитию этого вида спорта Это большой плюс для наших молодых детей, которые, вот я работаю с детьми У меня очень много детей, порядка 60 только 2009-2010 год И все эти дети, они следят, эти два, для них Рустам и Гамит два, как мультяшки Они прям вот все следят за ними Это единственные два дагестанца, которые именно в футболе стали чемпионами мира У нас, да, вольники, там, другие виды спорта сильно этим заняты, охват большой А в футболе вот единственные два человека Я думаю, на них можно равняться и куда двигать детей есть у нас направление теперь Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала И это главное, чем запомнилось нам эта неделя До встречи в следующее воскресенье Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин